Мишель Потому что мы не знаем последствий того, что она сделала в итоге Но давайте вспомним, а там и поразмышляем по этому поводу Эй, привет! Блин, как я рад их всех видеть, я не знаю почему Именно вот такой вот форме их воспринимать намного проще, чем в виде коробок Но это само собой Ой, здравствуйте Вы же не злитесь, правда? Из-за чего бы? Я Хоот Глава тренировочной команды В тренировочной команде мы... мы... ну вы знаете Что здесь часто происходят инциденты Анжела говорит, что примерно половину из них можно избежать, как будто ей это нужно Поэтому тренировочная команда упорно работает Над разработкой руководств Которые помогают предотвратить несчастные случаи А также подготовиться к переходу в другие отделы Типа для переводов и всего такого Если она эффективной, но... А-а-а... что это за программа? Как вы знаете, наша компания не самое приятное место Хоть мы и проводим регулярные психические обследования Каждый день кто-то сходит с ума Я знаю, каково это... Хоть я и не взаимодействую с аномалиями напрямую Как они... Я знаю, каково это потерять рассудок С самого начала начинает вот... Мрачняк показывать свой... За улыбкой Я еще проверяю программу Поэтому не знаю, понравится ли она всем сотрудникам Однако я надеюсь, что смогу помочь вам И кто-то стучится Тиффани Спасибо, Ход Все ужасные видения прекратились Как вы и говорили Полезно приходить сюда поговорить Все так идеально Нет, все благодаря твоей решимости Рассказать все мне Я серьезно, Ход Если бы не вы Я бы уже давно наужила на себя руки В любом случае, вы спасли мне жизнь Я очень рада, что именно вы Сефира нашего департамента Ооо Вы очень хороший человек Но все слишком идеально для этого места Вы же понимаете Спасибо, Тиффани Я рада, что тебе стало лучше Я слышала, что ты переводишься в другой департамент Мне нужно напомнить тебе обо всем О чем мы беседовали Конечно, Ход Видите, управляющий Моя программа действительно работает Я хочу быть здесь настолько полезной Насколько смогу Ведь от моей тяжелой работы Сможет выжить множество людей Все это первый раз, когда ты слышишь Все это настолько умилительно и здорово Что ты не веришь Что что-то такое И кто-то такой вроде Ход Может быть здесь в этом месте И успешно применять свои способности Но чем дальше мы будем уходить вперед Тем больше будем понимать всю горечь ситуации на самом деле И история Ход, она одна из самых трагичных в принципе Спасибо, что успешно выполнили мою просьбу управляющей Чувствую, что я становлюсь все увереннее Ход До меня дошли некоторые новости Говорит Анжела О, Анжела Ты про программу консультаций? Спасибо Да, программа Прекрати ее Но почему Мои консультации помогут большинству сотрудников и И каким образом Подобные консультации помогут им? Но я хочу продолжать ее Пока люди нуждаются во мне Тиффани Тиффани говорила мне Тиффани? Тиффани Браун Перешедшая в команду безопасности У нее было расстройство леченности И зависимость от энкефалина С этого утра она больше не с нами БАМ Вот так вот сразу Запись о ней удалена Это был суицид Когда ее проблемы обнаружились Психическое заражение достигло 90% Как это вообще могло быть? Конечно ты это знаешь Конечно же Ты помогаешь, Ход Но мне нужно немного энкефалина Чтобы успокоиться Это же часть твоих консультаций То есть они делали хорошие леса Перед ней Чтобы она давала им энкефалин Закинуться Боже, это музыка Не следовало изъять у тебя энкефалин А что если это ты давала энкефалин на цаху? И ведь так оно и было Она просто действует правилом Я хочу быть хорошим человеком Значит мне стоит делать хорошие поступки Но для кого они будут хорошие? И во имя чего? Для личного самоудовлетворения Боже, как оно долбит Давай убавим немножко Ну куда? Под такую ситуацию Вот Я думала, что это поможет снизить уровень стресса в твоей команде И поэтому разрешила пользоваться энкефалином Но не создавать группу зависимых Как оно и прессует, боже Но цех сказал, что будет проводить мою программу консультацию себя в команде И я... И ты в это поверила? Поверить не могу, что ты ничего не заподозрила, глядя прямо в его пустые глаза Просто ее добивает Кот, твоя так называемая помощь Сделала твоей команде лишь хуже Я закрываю программу Я уже говорила, это тебе и молхут В этой компании нет никакой необходимости заводить личные отношения с сотрудниками Особенно для такой сефира, как ты Им нечего терять Они сделают все, что угодно Чтобы получить то, чего они хотят Вот так там Такие вот реалии И ведь это не пройдет для Ходдаром И не проходило в прошлом А ведь она просто хотела быть хорошим человеком И ведь ничего не вышло Кот, можешь поговорить с Анжелой? Она как-то узнала, что у меня есть энкефалин Как я говорил, он только для консультации Насах Сотрудники разговаривают Юджина заставили вступить в программу Это же полный бред Юджин и так загружен работой Бедный Юджин Что он мог сделать? Возразить? Мы словно пешки на шахматной доске Всем плевать На самом деле никому это к черту не нужно И все клянут Ходд за то, что она делает никому не нужные вещи Ну, значит у нас будет больше работы Не обращай на них внимания Ход, они всегда такие угрюмые Мм На цах Можно мне немного Анкефалина Мм И ты тоже Ох, управляющий Поздравляю со спешным выполнением задания Это только для консультации Конечно А что если у тебя передоз будет, подруга? Мм? У всех же абсолютно точно такие же отговорки вокруг тебя Это только для консультации Это только Для поправки моей морали И ты тоже этим самообманом решила заняться Ходд? Мм? Почему они ненавидят меня? Почему они не видят всей моей доброты? Не думай, что здесь есть другая Сефира Которая так же заботилась бы о них, как и я Но для кого эта забота? Для тебя? Или для них? Сефиры так заняты своей работой Что не обращают внимания на своих сотрудников Может быть это никому и не нужно В моем отделе всем сотрудникам легко Я забочусь об их безопасности Я не так холодна, как Исот Я не совершаю ошибок, как Малхут Я не пытаюсь бросить все, как на цах Почему же? Идя, ох, вот ушла в себя Ммм Вот интересно, почему же? Просто потому, что это никому здесь не нужно И для нее это больно принимать Она просто хочет быть хорошим человеком Вот и все Но ради кого? Тиффани, это правда Ты правда приходила только ради Энкифалина Но Тиффани мертва Уже И это уже Вы понимаете, да? Глюки А ты врала Что? А о чем ты говоришь? Я никогда не врала Ты всегда врала своим беспокойным сотрудникам В чем прокат твоих консультаций? Думаешь, что поговорив на чистоту тебе станет лучше? Это у нее в голове уже Думаешь, что получив секундное удовлетворение Ты станешь лучше? Это не так Не важно, что ты делаешь Тебе не стать лучше и никого не спасти Именно так думают суицидники Ты хочешь показать другим, какая ты хорошая, верно? Ты же не думаешь, что ты на самом деле такая, так ведь? Нет Мы здесь все погибнем Я хочу быть лучше Ради чего? Э? Подожди Мне кажется, что-то здесь сломалось Подожди Ну да Ради чего и ради кого она хочет быть лучше? Ради самой себя? Себе? Доказать, что она хороший человек? Или быть хорошим человеком на самом деле? Вот в чем суть-то история Да безобразие проста, но еще более трагично Учитывая, с кем это все происходит Вот это обычный симптом при первом приеме анкефалина И у нее глюки начались И самокомпания, и самобичевание И это очень плохо Небольшие галлюцинации Она на цаху об этом рассказала Еще два-три раза и они не будут себя беспокоить Сам я видел наполовину расплавленного сотрудника Который поц ко мне, чтобы узнать, почему я дал ему умереть Может быть, это и была реальность Это не было галлюцинацией Значит, ты считаешь, что мертвый сотрудник вернулся к жизни? Он про Тиффани? В этом месте смерть не имеет значения Разве не может быть так, чтобы сотрудник воскрес И пришел посмотреть на тебя? Ты плохо выглядишь? Может, пропустишь сегодняшнее совещание? Нет, я должна Круто, ребята Где вы еще найдете себе такую сефиру? Это правда, да? Видишь, Тиффани, я права Я хороший человек Хорошая сефира Угу Леди и джентльмены, сегодня? Ты до сих пор играешь в хорошую сефиру? Я научу вас в борьбе с аномалиями Сколько раз мне говорить себе Ты всего лишь никчемный кусок металлолома Притворяющийся хорошим человеком Я... я хочу, чтобы вы все сконцентрировались Аномалия, которую мы будем усмирять в этот раз Требует иного подхода Если ты так хочешь расслабляться То это эгоистично А теперь я поясню разработанный мной метод Слушайте внимательно А вот остальные сефиры признают свои недостатки Это голоса у нее в голове На совещании Замолчи Ох, прошу прощения На чем мы остановились? Кот, у меня есть вопрос Да, какой? А этот метод хоть что-нибудь изменит? В борьбе с той же длинной птицей Те, кто должен умереть, умрут А те, кто должен жить, выживут Ты про птицу правосудия? Это лучше, чем ничего Вам нужно быть готовыми Предотвратить эту ситуацию А не просто сидеть и смотреть Это просто удача Проще работать, когда ты готов умереть Это уже настоящие сотрудники говорят Просто напомню Тебе не попасть в рай Не важно, что ты делаешь Я веду эту программу консультаций Только ради вас Говоря о ней Как по мне делать ее принудительно Это уже слишком Я бы лучше просто отдохнул Вот эти вот давления со стороны людей И еще голоски, шепотки О никчемности у нее в голове Это же просто жесть Почему наш департамент Единственный, в котором проводится эта программа Это будет повторяться вечно Жизнь на этой свалке Захороненной в скорби и сожалении Я... Если бы не я Вы бы уже давно все умерли О, вот как Но это прорыв ее Почему вы не благодарите меня за это? Вы хотите, чтобы я просто брала и даже не выслушав Избавлялась от вас, как молхут? Не говорите, что я плохой человек И она ломается из-за этого Их ты наконец-то приняла свою истинную природу Тиффани, что со мной не так? И они, Тиффани, прислушайся Ты уже не узнаешь свой собственный голос Это Шиза Значит, ты все еще видишь кошмары Все еще Мы узнали о том, что Мишель совершила суицид в тот момент Когда мы, наконец, продвинулись в нашем эксперименте Мишель была самой юной среди всех нас Неуверенным и плохо информированным сотрудником Так просто стать чьей-то жертвой В конце концов, вероятно, для нее было верным решением стать подчиненной крыльев Что боялись нас и ключом для главы Что всегда наблюдал за нами Они же незаконные исследования проводили Скрытые от всех Даже от лидеров города Именно через ход, втеревшись к ней в доверие Потому что она была молодой, впечатлительной и доверчивой Видимо, глава послал каких-то своих агентов И через нее вытянул кучу инфы И потом совершили налет на эту лабораторию Уничтожив практически все Ради чего здесь люди страдали и старались А Мишель, не выдержав того, что все это из-за нее просто покончила с собой И уже потом из нее сделали ход Вот что она стремится преодолеть Вот какое прошлое она стремится искупить Но вот последствия вот этого условного предательства Мы все еще не знаем, что конкретно было Ты не знала, что это случится Ты никогда не думала, что это станет нашим концом Ты не могла поверить, что все станет намного хуже, чем ты хотела Возможно, тебя заставили убить себя В этом мире это неизбежно Но Кармен была той, кто пытался изменить мир Который ты бросила Если бы мы встретились снова в аду Если, говорит, мы встретимся снова в аду То найдем ли мы прощение взаимное Мы просто сомнем газету В злобе и выкинем ее И после этого происходит подавление ядра ход Очень неприятное подавление ядра Но после этого мы узнаем ее историю до конца Является ли это чем-то абсолютно непростительным, говорит Анжела У всех свои недостатки Было бы лучше, если бы вы осознали Что это прощение будет не для врагов А для себя самого Это и про ход правильный И про самого А тоже Уже какая она милая Готова ли ты принять участие в эксперименте Когда ситуация настолько шаткая Она вообще в компанию попала Она ведь совсем девочкой была Не маленькой девочкой, но Лет 12-13, может быть 14 ей было В этот момент Но она все равно Как она сюда попала, интересно Мишель, говорю прямо Этот эксперимент направлен против главы Ты уверена, что не уйдешь Хоть твои любящие родители Или остальные, кто заботятся о тебе Станут отговаривать тебя Самыми убедительными речами М? Окруженный этим шумом Ты просто молчала И это Кармен была той Кто нарушила тишину Ведь Кармен все любили Все к ней тянулись А потом она умерла М? Не будь таким злым Разве ты не видишь, как чудесно работать здесь Столь юном возрасте Как всем остальным Мишель нравилась Кармен Она не пыталась притворяться Или обмануть всех Она была не настолько хитрой Тебе следовало выслушать ответы Которых ты так упорно избегала Получала ли Мишель То, чего хотела Получила ли она Неизвестно Растаптывая нас Кармен Да былось ли она желаемого Кармен, боже Кармен Я не знаю Да и она Вряд ли уже тогда Не знала Чего конкретно она делает Имею ли хоть какое-либо Право Ненавидеть ее За это Нет Ведь мы ничем Друг от друга Не отличались Тогда Правде я не хотел Чтоб все оканчивалось Как в сказке Про лису и цаплю Управляющий Вам удалось понять Кто вы на самом деле? Когда я проснулась здесь То подумала Что у меня появился Второй шанс Я думала Что смогу искупить Свою вину И разорвать Петлю То Что я наделала Необратимо Как тонущий Камень Что уже никогда Не всплывет На поверхность воды Я хотела быть Хорошим человеком Я хотела Показать Что Как-нибудь Но я буду Здесь Полезна Хотела ли я Чтобы это Произошло С остальными По крайней мере Здесь Этого уже Не случится Я была Двуличной Я не перестану Пытаться Быть хорошим Человеком Пусть меня Ненавидят Но я буду Делать все Чтобы спасти И помочь им Я буду Жить Ради этого Это же Прекрасно Так что Управляющий Попытайтесь И вы Спасти Это Чёртово Место Надеюсь Что у нас Это когда-нибудь Получится Не в этот раз Так в следующей И ведь Вот эти Вот истории Все истории Верхних Сефир Что мы Успели До этого Прослушать За эти Первые Двадцать Дней Они настолько Просты И настолько Проникновенны Беспрекрас Что Все они Чего-то Дозначат Да Я надеюсь Что вам Это было По душе В следующий раз Мы здесь встретимся Когда будем Вспоминать Самую Лично для меня Душераздирающую Историю Тефирет Может быть Просто потому Что там Дети Замешаны И потому Что там Прям Нереальная Боль И страдания Но это уже будет В следующий раз В следующий раз Продолжение следует...